Давайте потихоньку начинать. Всем добрый день еще раз. Меня зовут Орлова Ксения. Я организатор цикла мероприятий, посвященных анализу данных, открытых данных для НКО. Этот цикл мы проводим для проекта исследования НКО. Мы — это оно, информационная культура. Делаем этот проект при поддержке фонда президентских грантов. У нас уже прошли вебинары, посвященные тому, как, зачем проводить исследования, с чего их начинать, какие методы выбирать, как формулировать гипотезы, где искать данные о социальных проблемах, как правильно обходиться с персональными данными, собранными для ваших исследований, и на многие другие темы. В рамках этого цикла мы уже провели два урока, посвященные АЗАМ работы в Excel и открытым данным. А также вчера Иван Бектин провел семинар о том, зачем перед анализом данных чистить и структурировать данные. Сегодня Анастасия Уткина, преподаватель курса «Открытые данные для дата-журналистов Высшей школы экономики», проведет для вас третий урок, посвященный основам статистического анализа данных. Передаю слово Насте. Всем добрый день. Хорошо ли меня слышно, Псюша, да? Да, тебя слышно хорошо. Отлично. Рада всех видеть сегодня на вебинаре. И, как сказала Псюша, сегодня мы продолжим цикл занятий, посвященных основам анализа данных, и перейдем непосредственно к анализу. Сейчас я расшарю свой экран, чтобы была видна презентация. Итак, напомню, да, что у нас мини-курс. Как Ксюша сказала, сначала мы изучали азы совсем, азы анализа, поиска информации, и ознакомились с таким инструментом всем известным, как Excel, но который используется не всегда полноценно, не все его возможности знают. Далее с Иваном вы, если были вчера на вебинаре, смотрели, как данные можно чистить и преобразовывать. И сегодня мы перейдем уже к следующему этапу непосредственно к анализу. И также в четверг, напомню, будет последний вебинар этого цикла, уже посвященный оформлению различного вида визуализации отчетов. Напомню, этапы анализа данных, да, можно их сформулировать таким образом. Сейчас мы находимся на четвертом этапе, и в данном случае с помощью различных приемов статистических будем пытаться из данных, из данных на основе данных делать какие-то выводы. Кратко, да, план сегодняшнего занятия, о чем мы будем разговаривать. Ну и напомню, что мои контакты, по ним можно тоже обращаться, если какие-то вопросы останутся после вебинара непроговоренными. Итак, начнем совсем быстренько по базовым понятиям, статистическим. Я думаю, что большинство из вас с ними знакомы, но, тем не менее, обозначить их стоит. Итак, в основе всех наших с вами изысканий аналитических лежат два базовых понятия. Это генеральная совокупность, это все изучаемые объекты, которые нас интересуют. Ну, например, там где-нибудь госзакупки, да, это каждая закупка, каждый контракт, это объект, и все госзакупки составляют генеральную совокупность. Но чаще всего мы с вами не работаем, да, со всей генеральной совокупностью, либо она недоступна нам, либо слишком сложно собираемая, либо слишком объемная, и мы работаем с выборочной совокупностью, то есть частью генеральной совокупности. Я не буду сегодня останавливаться на способах, да, формирования выборки. Вы, наверное, на прошлых вебинарах об этом говорили, и это совершенно отдельная, да, тема, но, в принципе, все мы понимаем, о чем идет речь, и выборка должна быть репрезентативной, то есть собрана, составлена с использованием продуманной методологии, и должна отражать процессы и состояние генеральной совокупности. Дальше, на чем хотелось бы также заострить внимание, это на типах, на статистических типах данных, потому что часто бывает, что путают, да, путают либо эти понятия, и это может отражаться на дальнейшем анализе. Типы данных в статистике принято делить на две категории, количественные и качественные, данные или переменные, и которые, в свою очередь, тоже делятся на ряд подкатегорий. И в чем принципиальное отличие количественных типов от качественных? То, что количественные имеют математическое значение, то есть мы их можем обрабатывать с помощью арифметических действий. Ну, всем понятно, складывать, вычитать, перемножать и так далее. И также хотелось бы, чтобы вы обратили внимание, что количественные могут быть дискретными и непрерывными. Непрерывные – это какая-то шкала. Непрерывная, то есть время, деньги, да, мы можем измерять, дробить сколько угодно. Дискретные, не имея дробной части, но и вот здесь в примерах видно, какие могут быть дискретные данные. Это тоже важно, когда мы наберегируем какие-то данные или анализируем их. И также необходимо уделить внимание разделению данных на качественные, количественные. И это часто путаю, потому что одни и те же данные в каких-то датасетах, в каких-то ситуациях могут быть количественными, другие – качественными. Качественные переменные не имеют смысла, если над ними применять арифметические операции. Но даже, например, если они выражены цифрами, как то индекс, номер дома, номер телефона, если мы будем складывать, мы ничего осмысленного не получим. Качественные переменные бывают номинальные, непрерывные. Номинальные – это какая-то характеристика, признак объекта, пол, город проживания, цвет автомобиля, что угодно. Непрерывные – это также данные, отражающие категории и признаки, но имеющие определенный порядок, звездность отеля. И смотря на датасет, на какой-то данный, приступая к его анализу, нужно прежде всего понять, какие типы данных перед нами имеют место быть, чтобы понять, какие действия мы с ними можем совершать, а какие не можем. Но прежде всего это касается математической обработки. То есть номинальные и непрерывные данные мы должны обрабатывать другим способом, чем количественные. Например, если мы рассматриваем пол, мы можем посчитать, сколько всего у нас значений для каждого из полов. Но мы не можем никаким образом это сложить или разделить. Далее. Один из важных и часто применяемых, часто используемых и более того, часто достаточных способов для того, чтобы проанализировать те данные, с которыми мы работаем, это методы описательной статистики. И основу этих методов составляют методы центральной тенденции или еще можно их называть характеристики среднего. Со средним арифметическим, я думаю, все знакомы и очень часто в различных статистических данных этот показатель приводится. среднее арифметическое, это сумма значений поделена на их количество. Ну и вот рассматривая методы центральной тенденции, я на каждом слайде привожу пример, очень упрощенный, сейчас пока прежде всего для понимания различий между этими методами. Пример, да, у нас есть датасет, отражающий зарплаты сотрудников компании, где всего работают 10 человек. И вот по каждому из сотрудников у нас есть цифра, сколько он зарабатывает в месяц. Чтобы посчитать среднее арифметическое, мы должны сначала все эти числа сложить, а затем разделить на общее их количество, то есть на 10. ну и согласно этому методу в среднем в этой компании сотрудник зарабатывает 71 тысячу рублей. Ну все, наверное, знакомы с такой аналогией, как средняя температура по больнице, то есть мы видим на этом маленьком наборе, что есть зарплата 100-200 тысяч рублей, а есть зарплаты более чем в два раза меньше, чем средняя. Но тем не менее, если мы используем этот показатель, мы можем бордо или там, с ожилением, смотря в каком контексте, рапортовать, что средняя зарплата в нашей компании 71 тысяча рублей. Ну, конечно, в каких-то ситуациях подобные показатели используются, да, и мы все знаем, как можно манипулировать данными статистиками, но все же, если мы хотим получить более-менее объективный результат, да, если мы делаем анализ для себя, для целей своей организации и хотим понимать реальную картину, лучше метод среднего арифметического сочетать с другими методами. Ну, в частности, есть еще такой подвид метода среднего арифметического, метод усеченного среднего. Да, все мы понимаем, что влияет на этот показатель, влияют различные выбросы. Это те значения, которые не вписываются в общую картину сильно ниже среднего, так скажем, или сильно выше среднего. В нашем примере, в принципе, таких значений выбросов резких нет, ну, вот если только 200, да, можно туда отнести, а с другого конца все ровно, но если мы видим, что в наших данных есть выбросы, можно убрать, да, в конце и в начале ряда опять 10% значений и считать уже из получившегося ряда среднее арифметическое. Какие еще методы центральной тенденции мы можем вместе с тем же средним арифметическим использовать, чтобы более объективную картину получить? медиана середина упорядоченного ряда значений, да, статистики предполагается, что в середину упорядоченного ряда попадает наиболее типичные значения и что медиана отражает как раз таки более объективные данные. Ну, у нас ряд упорядочен по возрастанию изначально, да, и мы можем посмотреть медианное значение, то значение, которое находится в середине. В данном случае у нас четное количество наблюдений, четное количество значений рядом, поэтому, чтобы посчитать медиану, мы берем в середине два значения, так как у нас среднего нет, и складываем их и делим на два и получаем 60 тысяч рублей. Уже чуть более, да, объективная картина получается, но также на медиану могут влиять выбросы, поэтому при расчете медианы тоже можно ряд, если он, большой и содержит выбросы, тоже его предварительно усреднить, так скажем. Если нечетное количество значений в ряду, то мы понимаем, что у нас будет одна цифра, и ничего делить тут дополнительно не нужно будет. Еще один метод характеристики среднего это мода. Мода наиболее часто встречающиеся значения. Наш ряд мы можем визуально даже рассмотреть и без всяких расчетов понять, что мода здесь это зарплата в 30 тысяч рублей, она встречается наиболее часто. И в нашем случае частота моды тоже важный показатель 3, то есть зная длину ряда, мы можем понять, насколько эта мода типична для него с помощью частоты. Ну и вот если посмотреть, какие у нас результаты получились в итоге, то каждый из показателей отражает совершенно разный результат получается в результате получаются разные значения в результате подсчета каждого показателя и рекомендуется при оценке каких-то средних значений приводить по возможности все эти показатели и все их рассматривать, чтобы можно было посмотреть на ряд с разных ракурсов и по-разному его оценить. Ну и вот здесь в качестве визуализации я привела вам такой вид диаграммы как боксплод, его еще называют ящик с усами из-за внешнего вида. визуализации и здесь мы как раз таки видим каким образом наша выборка или наш ряд каким образом он распределяется в случае нормальной выборки мы сейчас говорим о нормальной выборке то есть есть какие-то выбросы чаще всего минимальные значения которые не вписываются в общий контекст есть вот эти вот начальные и конечные значения нашей выборки которую мы берем именно для расчета показателей и медиана обозначает среднее значение если мы рассматриваем какие-то значения ну вот здесь котики их размер и межквартирный размах тоже достаточно важная характеристика типичной части нашей выборки это 25% составляющие вот эту вот основу основу нашей выборки ну и я не случайно здесь картинку привела эта картинка из книги статистика и котики мы углубляться в статистику в рамках нашего курса не можем мы в общем-то не преследуем такой цели но если вам будет интересно да свои обновить знания то это такой очень хороший понятный справочник для старта или как раз таки для того чтобы знания обновить и вот рекомендую посмотреть его очень доступно дальше с помощью методов оценки характеристик среднего мы можем охарактеризовать наш нашу выборку наш датасет в целом но также часто используемые приемы анализа которые я здесь на слайде вывела мы их посмотрим на примерах когда будем работать с таблицами процент от целого да очень популярно популярный метод и достаточно показателен с его помощью можно обрабатывать абсолютные значения да и более наглядно их представлять также для датасетов да которые для Ксюша отвлеклась на твое сообщение про котик для датасетов с временными характеристиками да где отражено изменение какого-то показателя во времени очень интересно смотреть процентное изменение вот здесь вы тоже можете видеть формулу как его можно посчитать очень хороший метод для работы с какими-то большими выборками разделений по категориям то есть мы таким образом не просто анализируем датасет мы его обогащаем новыми разрезами и таким образом можем получить интересные выводы гораздо более полные и наглядные чем если бы мы не разделили по категориям но так навскидку что это может быть возраст например у нас есть данные каких-то там посетителей сайтов или посетителей мероприятий и каждый из них в анкете указал свой возраст с одной стороны это хорошо потому что это полные данные и мы можем по-разному приступать но дополнительно мы можем разделить их там допустим там школьники студенты определить сами методологию в каких границах мы категории определим и уже потом агрегировать данные таким образом также часто и зачастую необходимым процессом в анализе данных является их нормализация это тоже обогащение у нас есть какие-то абсолютные данные но самое актуальное это данные по коронавирусу число зарегистрированных случаев там число случаев за сутки и так далее наверняка следите и для того чтобы корректно мы могли сравнивать эти данные в разрезе регионов России или в разрезе стран если мы мировую статистику смотрим то необходимо их сначала нормализовать это мы тоже сами поделаем ну и также очень мощный инструмент который мы посмотрим это сводные таблицы сводные таблицы можно делать и в Excel и Google таблицах с его помощью буквально в несколько кликов обрабатывать большие сложные датасеты еще еще один популярный способ анализа данных и в некоторых случаях показательный это поиск связи между различными переменами называемый поиском корреляции между двумя наборами значений x и y тоже думаю что все с этим знакомы напомню какие бывают корреляции положительная линейная корреляция вот здесь она на графике изображена ось x значение от которого зависит значение расположенное на оси y и в данном случае в случае положительной линейной корреляции при увеличении значений на оси x увеличивается и значение на оси y то есть здесь мы говорим что корреляция есть отрицательная тоже график если мы построим он должен выглядеть примерно так хотя может быть по-разному здесь наоборот при увеличении значений на оси x значения на оси y уменьшаются но при этом связь есть хоть она и обратная если же мы видим график при визуализации корреляции вот такого рассеянного значения значит связь между переменными нами рассматриваем нет этой связи ну и бывает нелинейная она может идти непрямо где-то там увеличивается y где-то уменьшается в зависимости от динамики значений переменной отложенной на cx корреляцию в примерах мы тоже будем смотреть и рассчитывать коэффициент корреляции если если на графике мы можем увидеть направление да ну и силу в принципе корреляции тоже можем увидеть то также мы можем рассчитать значения коэффициента коэффициент корреляции находится в диапазоне от минус 1 до 1 и по этому значению мы можем во-первых понять положительная связь или отрицательная так же как на графике если коэффициент больше нуля положительная если меньше нуля отрицательная ну и также силу связи если коэффициент стремится к нулю то есть неважно с какой стороны с отрицательной или с положительной то связь более более слабая на каждом этапе приближения шаги приближения к нулю и наоборот чем ближе наш коэффициент к единице тем более сильная положительная или отрицательная связь так далее говоря о корреляции хотелось бы обратить тоже ваше внимание потому что часто встречаются такие курьезы что вот это нами математически рассчитанная корреляция совершенно не значит да что между рассматриваем и нами явлениями имеется причинно-следственная связь это лишь математическое математический расчет на конкретных значениях которые могут совершенно случайным образом оказаться близкими как вот здесь мы видим такой известный пример такой несуществующей существующей корреляции не подкрепленной никакой причинностью то есть зависимость средней температуры по миру годовой и числа пиратов если мы посмотрим на этот график с математической точки зрения мы увидим что да действительно чем выше становится температура чем меньше становится пиратов прошу прощения мы с х начинаем тем выше температура судя по этому графику но мы понимаем что связи между этими двумя переменами количество пиратов и средняя среднегодовая температура в мире наверняка никакой не должно быть то есть корреляция это математический метод которым мы можем положить в основу нашего анализа то есть его помощью либо подтвердить наличие связи либо отпровергнуть наличие связи но собственно причину и следствие этой связи мы должны рассматривать на основе многих других факторов это исследователь уже исходит из своего опыта из особенностей предметной области в которой он работает и прочего и прочего подытожив этот момент на основе одной лишь корреляции делать выводы причинно-средственной связи нельзя я я немножко упустила этот момент как подготовить данные для анализа поэтому все это объединило на один слайд здесь я не буду подробно останавливаться мы через все эти пути сейчас с вами пройдем на примерах чтобы вы уже могли посмотреть как в Excel в том инструменте с которым мы работаем можно вот это все поделать и привести исходные данные в соответствующий вид ну и в конце презентации сейчас я уже перейду к примерам привожу несколько книг которые мне хотелось бы порекомендовать именно в контексте сегодняшнего нашего вебинара про статистику и котики я уже сказала Excel 2019 действительно такой очень полный справочник если кому-то захочется углубляться в анализ данных в Excel это незаменимая вещь для изучения различных возможностей программы и книга этого года совсем свежая Александр Богачев графики которые убеждают всех первое такое издание на русском языке посвящено не только графическому представлению данных не только построению графиков это достаточно такое комплексное руководство по обработке данных начиная с их поиска и заканчивая визуализацией представлением и так далее причем написанное понятным языком с примерами и в картинках то есть тоже очень поможет особенно на стартовых этапах работать с данными так с презентацией пока все переходим к примерам первый пример который хотела бы рассмотреть я его не в экселе да вам покажу в гугл шить потому что это тоже хороший полезный инструмент и я вот например даже наверное чаще чем экселем пользуюсь для вот особенно предобработки какого-то первичного анализа здесь достаточно понятный интерфейс простой но конечно не все функции экселя здесь реализуются но большинство для наших целей есть это первое да почему хорош тоже гугл шить гугл таблицы ну и во-вторых потому что они пригодны для совместного использования совместной работы то есть не нужно сохранять там файлы пересылать кому-то кучу версий делать все все в одном окне и сразу несколько человек могут работать над одним файлом и здесь мы с вами посмотрим вот эту описательную статистику на примере датасета по ковиду это данные за сегодняшний день сайт стоп коронавирус официальный источник информации ежедневный да ну вот архив здесь у них получить невозможно только на сегодня и вот датасет я сюда сохранила ну здесь маленькая табличка здесь даже мне кажется не стоит придумывать что-то чтобы ее автоматизировано скачивать просто выделили копировали так сейчас я очищу но когда мы вот так копируем из интернета таблицу я уже об этом говорила но напомню желательно сразу при вставке в нашу таблицу очистить формат потому что там могут вылезти всякие теги непечатные символы что нам потом будет очень мешать и здесь в google sheets мы можем очистить форматы при вставке с помощью сочетания клавиш ctrl shift v вот и вы видите скопированные мной данные вставились уже очень достаточно чистенькими все ровно а если бы мы просто вставили без снятия формата втруки либо нам бы пришлось это все еще подчищать приводить в нужные форматы поэтому мы вставляем сразу сейчас я повторю это у нас получились данные которые мы хотим проанализировать здесь вопрос ну и при работе с каким-то датасетом первое да что мне хотелось бы сказать рекомендую вам всегда сохранять сохранять исходник то есть вот этот файл мы назовем исходник на лист внизу создаем я его переименовываю и делать копию создать копию в данном случае и работать уже в копии потому что здесь у нас легкий датасет а может быть вы его там собирали неделю и если вы что-то не так сделаете потеряете эти данные то будет очень обидно а так они сохранятся в отдельной вкладке ну и так что мы видим здесь мы видим регионы до России данные об общем числе выявленных случаев заболевания коронавирусом заражения новые то есть за последние сутки то есть заболевших заразившихся в активной фазе находятся на сегодняшний день в регионе сколько человек выздоровело и сколько скончалось сейчас пройдемся по писательной статистике что мы можем прежде всего посмотреть чтобы понять вообще что эти данные из себя представляют мы можем посмотреть минимальные максимальные значения ну в данном случае давайте несколько способов посмотрим как это сделать сначала выделим всю таблицу для этого нажимаем Ctrl плюс Shift стрелка вниз и сразу выделили всю таблицу и попробуем ее сортировать правой кнопкой по выделенному фрагменту выделенной части таблицы и нажимаем сортировать диапазон очень удобный инструмент он и в Excel также присутствует здесь поставим галочку что у нас есть заголовок и можем выбрать по какому из столбцов мы будем сортировать и тут я так понимаю сортировано как раз таки по числу новых случаев это нам не интересно давайте по числу активных где больше всего активных можем выбрать каким образом мы будем это сортировать можем добавить дополнительный какой-то столбец для сортировки но сейчас нам это не надо мы не будем делать и нажимаем сортировать и вот видим у нас по числу активных по возрастанию то есть меньше всего мы сразу видим что активных на Чукотке согласно официальной статистике и понятно что больше всего в Москве ну это естественно связано не связано а прежде всего связано с заселенностью территории и мы чуть попозже сейчас с вами данные эти нормируем чтобы получить более объективную картину но я пока сортировку отменю чтобы все у нас выглядело также мы можем если нам требуется но чаще всего нужно всегда посмотреть датасет на эти значения во-первых его оценить с точки зрения адекватности и понять что можно с ним дальше делать так вот основные моменты характеристики среднего рассматривали здесь отражаю и с помощью формул мы можем сделать формула напомню начинается и дальше нам уже идут подсказки мы начинаем писать минимум и вот мы видим нужную нам функцию и подсказка что мы можем в нее вставить какой здесь она хочет массив видеть возвращаемся кверху колонки можно было снизу это сделать тоже control shift вниз опускаемся и вот мы выделили весь наш диапазон по данному столбцу и можем получить минимальное значение ну все правильно вот у нас сортировано также перетаскиваем это под каждый столбец и по каждому получаем минимальное значение формулы я напомню да это функция автозаполнения то есть если мы перетаскиваем формулу горизонтально или вертикально то значение сами подставляется да здесь у нас столбец bc d и так далее если мы хотим чтобы у нас значение не менялось какое-то нам нужно добавить перед буквой или перед цифрой или доллар когда значение зафиксирует дальше также мы можем читать максимальное значение выберем диапазон здесь можем формул корректировать если что-то не туда ткнули максимальное получили среднее значение если набрали не то получится среднее значение сейчас по стране 34 тысячи у нас активных выявленных случаев за весь период да я согласна можно копировать диапазон из готовых формул можно его вводить вручную вот моду выдает ошибку если мы вспомним что такое мода и если мы вспомним что такое мода то это какие-то значения которые повторяются несколько раз у нас таких значений нет поэтому здесь в формуле у нас появилась ошибка ну и медиана медианное значение да то есть среднее в нашем ряду это 20 198 ну и таким образом копируем формулы введенные в каждый из наших столбцов и получаем вот такие вот значения которые мы уже можем каким-то образом дальше интерпретировать выделим чтобы отличалась от дата сайта нашего так и дальше мы хотели нормализовать так как вот эти абсолютные значения нам тут особо ничего не скажут можем еще посчитать процент например какой процент от изначально из выявленных за все время случаев выздоровел давайте сделаем можно таким образом сделать умножить на 100 предлагаем нам сразу заполнение но мы с ним согласимся получаем вот такие данные давайте уменьшим число знаков после запятой некрасиво это выглядит вот то есть здесь уже интересно можно посмотреть сколько как люди выздоравливают вот теперь еще попробуем нормализовать для этого нам нужен будет другой досет это данные о численности населения вот это не тот сейчас численность откроется вот данные расстата нам нужно будет их немножко преобразовать прежде чем будем с ними работать сейчас сейчас скопирует можно по-другому в google sheets добавлять для ускорения процесса сделан так численность дайм даймин вот прежде всего очистим очистим форматирование вот сразу обратите внимание это данные расстата и они обычно всегда таким образом устроены что с ними сразу работать нельзя прежде всего почему потому что здесь в одном ряду данные разных масштабов то есть у нас и российская федерация и центральный федеральный округ ну и округа точнее все и субъекты все в одной куче ну и конечно сравнивать эти данные нельзя поэтому мы сейчас быстренько их переделаем ну городской сельской ставлю ладно а мы сейчас в данном случае не будем российскую федерацию я удалю но в целом лучше создать отдельную тоже вкладочку и туда сохранить данные в целом по России да вдруг вам придется сравнить какие-то свои расчеты с с агрегированными данными Росстата или например сравнить ситуацию в каком-то регионе или федеральном округе с общероссийской общероссийской и тогда вам эти данные могут пригодиться так сейчас посмотрю что напишу а я как сказала данные Росстата я видимо не то сказала мы говорим сейчас о данных Росстата и вот их статистические формы они выглядят обычно так что еще нам нужно нам нужно убрать отсюда округа для этого мы отфильтруем значение прошу прощения не туда делала создаем фильтр по этому значению через кнопку режима фильтрации здесь умолчанию все выделено сбрасываем нам нужны те значения которые содержат слово федерального округа вот мы их все выбрали все их выделим окей и из нашей таблички отфильтровались только округа и нам их нужно убрать мы это все выделяем и удаляем ячейки если мы все строки сейчас выделим то они все удалятся прошу прощения сейчас просто с экселем последнее время мучилась поэтому отменила эти действия нам нужно удалить каждую строку строку окей сейчас выделю ячейки в одной строке, сейчас что-то я не могу вспомнить, как здесь все скопом удалять, но в Excel мы посмотрим, как это делается. Слава Богу, немного у нас тут строк. Все, снимаем все фильтры. Осталось у нас количество регионов, но и также в данных Росстата нужно обратить внимание, что тут есть некоторые повторы. Вот Тюменская область, есть отдельно данные по Тюменской области, Тюменская область без автономных округов, Кантемантийский, Ямалонинецкий автономный округ и есть сводные данные по Тюменской области, но здесь вам решить нужно, как вы хотите, использовать агрегированные данные с округами или без округов. Мы возьмем без округов, вот это удалим и еще с Архангельской областью такая же история. Есть данные по Архангельской области, это включающий и область и автономный округ, есть данные по отдельности. Уберем агрегированные данные. Вот, теперь вроде бы все у нас хорошо стало, ничего лишнего нет, но также мне хочется убрать отсюда вот эту букву Г с точкой. Для этого я поиск замены сейчас сделаю. Нажимаем, вставляем то, что мы хотим, точнее, удалить, заменить. Здесь просто ничего не пишем, потому что мы хотим заменить ни на что. А, но еще здесь пробел после точки подставлю, потому что он нам тоже тут не нужен. И выбираем этот лист, чтобы только этот лист заменился. Вот, два вхождения. Это у нас была Москва и Санкт-Петербург. Ну вот, теперь вроде бы у нас все готово для того, чтобы данные перенести сюда. Ну, мы их перенесем сюда, прежде всего, чтобы посмотреть функцию ВПР. Назовем эту колонку, да, население. Функция ВПР часто может вам пригодиться. Очень полезна для того, чтобы приносить данные из одной таблицы в другую. Да, мы не зря так долго работали с перечнем регионов. Здесь важно, чтобы вот перечень регионов здесь и в нашем файле с численностью, чтобы он был одинаковым. И дальше мы пишем формулу. Запрос, да, то есть что мы будем искать в той таблице? Мы будем искать вот эти данные, название регионов. Далее выбираем диапазон, в котором мы будем искать данные. Вот он у нас такой. После каждого элемента, значения формулы, да, не забывайте ставить точку запятой. Ну, в общем-то, здесь подсказка такая идет. Далее нам нужен номер столбца, из которого мы будем получать в ту таблицу нашу рабочее значение. Это у нас столбец в диапазоне, да, вот мы будем все население брать. Второй по счету. Значит, мы ставим цифру 2. И последний элемент, да, каким образом мы будем эти значения подбирать. Здесь два варианта, ложь или истина, ну, или можно написать 1 или 0. 1 – это истина, 0 – это ложь. Если вы поставите 1, то будут искаться приблизительные значения. Нам нужны полные значения, точные значения, поэтому мы ставим ложь или 0. Все, формула у нас готова, можем ее вводить. И появилась у нас в нашей табличке вот эта формула, появилось значение. Опять-таки применим автозаполнение, чтобы по всем нашим регионам сюда получилось автозаполнение. И вы видите, что куча вылезла ошибок. И это не случайно, потому что я сознательно забыла поставить здесь формуле, зафиксировать вот эту таблицу, в которой мы ищем данные. И при применении формулы в каждой ячейке, вот вы можете посмотреть, все спускалось все ниже и ниже. Если у нас тут начало таблицы А1, то тут уже А7 и так далее. То есть вот этот элемент, если вам нужна фиксированная часть формули, нельзя забывать. Сейчас я допишу формулу, поставлю доллары перед цифрами и перед адресом ячейки, определяющих на таблицу. И вот сейчас должно быть по большей части все пойти хорошо. Кое-где он не нашел, но уже гораздо меньше. И это связано с написанием. Помните, я вам говорила, что нужно, чтобы везде было все одинаково. Вот здесь Санкт-Петербург, а здесь как у нас написано. Вот здесь у нас город не убрал. Ну да, потому что здесь не было пробела. Мы убили с пробелом. Так, Санкт-Петербург. Что еще нам надо отправить? Ангельская область и Хантамансийский АО. Почему это ему не понравилось? Нужно быть внимательным. Ну, здесь без минетков. Тут, скорее всего, АО должно быть в соответствии с нашей таблицей. Так, что еще? Какие тут проблемы? И вот видите, поменяли Архангельскую область и сразу у нас тут появилось значение. Республика Чувашия ему не нравится. Северная сеть Аланья. Ну вот, возможно, это выглядит немножко занудным, но зачастую именно так приходится со всем работать, потому что там таблицы все эти... Сейчас, Ксюша, давай я сейчас быстренько доделаю, чтобы у нас там все было красиво, и расскажу. То есть в данном случае мы данные перенесли, вот у нас таблица, мы хотим добавить в нее данные из другой таблицы, по какому-то ключу. В данном случае у нас ключ – это регион. И мы переносим по ключу сюда, в нашу таблицу с данными по коронавирусу, данные по населению. Также мы можем заполнять значениями любыми, да, из каких-то... Михаил, да, естественно, можно просто с копированием, но копировать и вставить мы в большинстве случаев умеем. А вот функцию ВПР используют немногие. Мне хотелось продемонстрировать ее возможности для того, чтобы люди применяли ее в дальнейшей работе. Конечно, мы могли отсортировать значения, допустим, по алфавиту, по региону, также сделать здесь, скопировать и вставить. Но в данном случае я демонстрирую возможности ВПР. Ну ладно, не буду я уже исправлять. Вы, я думаю, поняли принцип работы. То есть, если мы приведем к единообразию названия регионов, то все значения у нас заполнятся. Далее, теперь давайте посчитаем какое-нибудь значение на 100 тысяч населения. Ну давайте всего, сколько выявлено. У нас есть данные о населении, у нас есть данные о выявленных случаях коронавируса. И здесь простая формула. Берем показатель, который мы хотим нормировать. И делим его на число населения и умножаем на 100, чтобы получить на 100 тысяч населения. Если нам нужно было, например, там на 10, то мы получили бы на... Делили бы на 10. Вот такая получается, да, статистика. Так, у нас время еще осталось. И сейчас пока еще есть немножко времени. Хотела бы показать вам данные, еще возможности по... Расчету корреляции. Да, для этого другое возьмем датасет. Это данные Ростата, опять-таки. Здесь они тоже не преобразованы, но мы их не будем долго преобразовывать. Просто все скопируем и вставим. Так, годы я проверяла, везде соответствуют. Возьмем данные о браках. И вставим только значение, да. Вот правая кнопка «Параметры вставки» вставить только значение. В 2014 году у них стояло примечание, лишний символ тоже надо убрать. Вот браки. Разводы. Тоже скопируем значение по разводам. И добавим сюда из третьей таблицы число родившихся и умных. Ну, такая обычная, да, статистика демографическая. Но сейчас мы можем посчитать корреляции, коэффициенты корреляции. И возможно увидеть что-то интересное. Допустим, работая с таким датасетом, мы предполагаем, что число людей, родившихся в каком-то году, да, из рассматриваемых нами, оно... зависит, да, от количества заключенных в этом году браков. Вот можно попробовать такой коэффициент корреляции рассчитать. Но сразу обращу ваше внимание на этот датасет. Вот он не очень хороший, да. Я думаю, вы уже понимаете, почему. Потому что здесь диапазоны временные по годам различные, да. С 2000 года у нас идут данные каждый год. А здесь через десятилетие, да, потом через пятилетие. Что для сравнения непригодно. То есть, если в реальности работать с этим датасетом, надо либо ограничивать выборку 2000 годом, либо искать вот эти промежуточные данные. Потому что так сравнивать будет некорректно. Допустим, да, у нас браки там с 50-го по 60-й год покажут рост. А в реальности там может быть между ними какой-то огромный провал. И только там последние три года демонстрируется небольшой прирост. То есть, с этой точки зрения датасет тоже нужно оценить. Как работает, да, вот эта функция расчета коэффициента корреляции очень просто. Здесь мы пишем название функции и передаем ей два массива, которые хотим сравнить. Ну, в данном случае у нас браки и разводы. Это массив В2, да, данный у нас В27. И второй массив, который мы будем сравнивать число родившихся. То же самое, только уже в столбце. СД, Д2, Д27. Вот. Если вспомнить, о чем мы говорили во время презентации, то коэффициент корреляции у нас в диапазоне от минус 1 до 1. И чем ближе он к единице, тем сильнее связь между нашими показателями. Ну, и если он положительный, как в нашем случае, то связь линейная, положительная, то есть прямая. Чем больше браков на основе нашего датасета, да, цифры это показывают, тем больше родившихся людей. Ну, это, конечно, можно здесь эту корреляцию всячески критиковать с разных позиций, но для демонстрации возможности вот этого инструмента, в принципе, я думаю, показательно. Но если мы возьмем какие-нибудь гипотетически несвязанные показатели, например, число разводов и число умерших. Давайте попробуем рассчитать корреляцию для этих значений. Здесь у нас будет... Разводы и умершие у нас е. Вот, нет. Ну, смотрите, согласно коэффициенту, да, которым мы рассчитали, разводы и число умерших людей тоже по нашему датасету связано. Но это объяснить, конечно, будет достаточно сложно, тем более на таком маленьком датасете. Но, тем не менее, такой результат получился. Если вместо разводов ставить браки... Браки и число умерших, да, в данном случае... Вот. Здесь мы уже получили отрицательную корреляцию, но тоже достаточно сильную, да, 0,6. Это достаточно сильная корреляция. Ну, что ж, хотела я вам показать еще одну таблицу, но тут она большая, да, и грязная. Я хотела ее привести в хороший вид, но времени у нас сейчас уже не останется на это. Я вам это быстренько покажу в начале следующей презентации в четверг. Ну, в принципе, мы примерно тем же самым будем заниматься, потому как пройдем этапы все, да, в данном случае от датасета грязного до отчета поэтапно, да, как это можно сделать. Сейчас я посмотрю, что там у нас были за вопросы. Михаил, согласна, очень ценное замечание, что копировать и вставлять ключи, согласна, да, это значительно ускорит работу. Да, можно по-разному трактовать корреляции, и это уже такое достаточно творческое занятие. Чем больше мы найдем аргументов, подтверждений, тех или иных выводов, и как мы их представим, тем больше шансов поверят нам или не поверят. Да, это даже не шутка, это касается вполне репрезентативных и важных данных. Здесь важно еще мастерство презентации, не только посчитать. Так. Вот. Есть ли еще какие-то вопросы? Ну, если нет вопросов, то тогда кто-то написал. Нам пишут, что все отлично, вопросов нет. Михаил, спасибо вам тоже за ценные комментарии. Да, нам побольше бы вот такого активного взаимодействия с участниками в чатах, поэтому не стесняйтесь, присоединяйтесь к нам на следующий вебинар, который пройдет в четверг, также в 15.00. Вот я присылаю ссылочку на регистрацию. Будем вам рады, будем вас ждать в четверг на нашем заключительном вебинаре из цикла про визуализацию данных для отчетов в Excel и не только, насколько я понимаю. Тогда всем спасибо. Анастасия, спасибо. Мы завершаем сегодняшний вебинар. До встречи в четверг. Всего доброго. До встречи в четверг.